МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не нарушая нашу добрую традицию, мы снова встречаемся с вами в нашей студии утром в понедельник. И сегодня с вами Анастасия Ивахненко. Доброе утро, дорогие телезрители, доброе утро всем, кто уже встречает эту новую неделю и с ней вместе новые возможности. А новые возможности, кстати, каждый день дарит строительный холдинг K7 Group. Ведь именно он сейчас возводит жилой комплекс «Илия», который будет соответствовать всем требованиям современности. Удобно, комфортно, со вкусом. Жилой комплекс «Илия» – проект, включающий в себя комплекс домов комфорт-класса с квартирами разной площади, удобной внутренней инфраструктурой и коммерческой недвижимостью. Расположены на 11 гектарах земли в новом, динамично развивающемся в микрорайоне Батыс-2. Одно из главных преимуществ жилого комплекса – расположение в чистом, экологически благоприятном районе, где нет крупных промышленных предприятий и шума городского транспорта. Подытожим тем, что жилой комплекс «Илия» – хороший, стильный проект, который шикарно подойдет не только для проживания, но и с целью инвестирования. Напоминаем, что K7 Group к тому же предлагает удобную систему оплаты. Есть множество вариантов, например, военная ипотека для военнослужащих, и это всего лишь 15% первоначального взноса под 8% годовых сроком до 25 лет. Также есть возможность приобретения квартиры за наличный расчет в ипотеку с первоначальным взносом 50% и рассрочкой от K7 Group по программе обмена авто на квартиру «Трайд-ин», а также по программам от «Отбасы банка» и «Фридом Финанс» по программе «Семь-20-25». Всю дополнительную информацию можно получить по номеру 8-747-207-0404. Офис компании расположен по улице Газизы Жубановой, 13D. Телефон для справок 8-747-207-0404. Инстаграм – собачка K7 Group. Субтитры создавал DimaTorzok Где квартира, там и новая мебель, и ремонт. Соответственно, новый, по самым современным меркам. Как и было в 2022 году, в 2023 будут цениться стекло, дерево и камень. Все потому, что они экологически чистые и легко адаптируются под разные стили. Также ожидается, что в дизайне будет использоваться все больше принадлежностей из органических тканей, переработанных материалов или экологически чистых волокон. Всю необходимую суету, связанную с закупом принадлежностей, в дом можно приятно разделить с туркэви. Там есть мебель из стекла, и из дерева, и из камня, как говорится, на любой вкус и цвет. И к тому же, не только мебель. В туркэви можно найти стильные спальные наборы, расцветки и материалы которых тоже самые разные под любой дизайн. Магазины расположены по проспекту Санкибай-Батыра, 24Т. И в торговом доме Мегашегэс, 3-й блок, нулевой этаж, бутик 77, Даби. Инстаграмм собачка туркэви. Санкибай-Батыра Какие тенденции в дизайне интерьера, нам ясно. А вот что ожидать от финансов и экономики в 2023 году, ответить затруднительно. Тем более затруднительно самостоятельно. Выделить важные направления и знать, какие именно из них в вашем бизнесе будут наиболее важны в 2023 году. На помощь в данном вопросе и другие консалтинговые услуги можно получить у профсервис. А бухгалтерии, учете и финансов проконсультировать вас могут по телефону 8771 858 99 29. Инстаграмм собачка профсер.кз. Офис расположен в микрорайоне Батыз-2, дом 5D, офис 4. Новый год. Новый год. Новый год. Субтитры подогнал «Симон» Ну а мы продолжаем наш эфир, встречаем вместе с вами это утро, этот потрясающий понедельник и надеемся, что многие из вас выспались и готовы к новым свершениям. На самом деле сон очень важная составляющая нашей жизни, но существуют, конечно, и те, кто бодр и энергичен и после короткого четырехчасового сна. Таких, конечно, мало, чаще встречаются люди, которым очень сложно проснуться по утру, что не является хорошим показателем. Зачастую это может указывать на авитаминоз, поэтому не доводите свой организм до стресса, высыпайтесь и укрепляйтесь натуральными витаминами. Натуральные витамины сегодня – это, конечно же, свежие фрукты и овощи, которые можно найти на прилавках в сети супермаркетов «Анвар». Сейчас там много хороших и выгодных акций. А мы напоминаем, сегодня у нас 13 февраля и в этот понедельник празднует Всемирный день любви к себе. Далеко не каждый человек доволен своей внешностью. Глядя в зеркало, многим из нас кажется, что природа могла бы чуточку постараться над созданием более совершенного образа. В попытке довести свою внешность до совершенства мужчины и женщины садятся на диеты, идут в фитнес-залы к пластическим хирургам. Несмотря на массу возможностей и инноваций в медицине, спорте и декоративной косметике, в последние годы набирает обороты тренд на естественность и натуральность форм. Сегодня отмечают Всемирный день радио. Радио – одно из важнейших средств связи с момента его появления в жизни человека. Сложно представить современную жизнь без радиовещания. Начиная с 2012 года, ежегодно 13 февраля во всем мире отмечается один из самых молодых, но уже набирающих популярность праздников. Также сегодня отмечают День подруг. Это праздник, провозглашающий радость женской дружбы. В отличие от Дня Святого Валентина, происхождение которого окутано тайной, День подруг является прямым продуктом американского ситкома. День подруг – это праздник искренних отношений, в которых люди остаются друг с другом, несмотря на все жизненные трудности. Таким образом, его может праздновать кто угодно. Ежегодно празднуют День сладких снов накануне Дня Святого Валентина. Принято думать о дорогих сердцу людях и готовиться к торжеству. 13 февраля покупают подарки, подписывают открытки с пожеланиями и планируют, где отметят День всех влюбленных. Те же, кто еще не встретил вторую половинку, мечтают о ней во сне и наяву. Это восторженное состояние и предвкушение чуда, вера в то, что настоящая любовь обязательно придет, заслужили особое внимание. Сегодняшняя дата также известна многими событиями. 13 февраля во всем мире отмечаются как День рождения кинокамеры. Именно в этот день, в 1895 году, была запатентована первая кинокамера. В 1895 году братья Люмьер получили патент на первую кинокамеру «Начинается эпоха кино». История кинематографа началась 124 года назад. Именно в этот день братья Луи и Геогюст Люмьер запатентовали первая пора для получения движущегося изображения «Синематограф». История появления изобретений имеет свою легенду, согласно которой «Синематограф» придумал Луил Люмьер за одну ночь, когда не мог заснуть, страдая через боль. Но к утру был готов замысел нового устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной пленки с изображением. Прошло совсем немного времени после получения патента, и братья Люмьер реализовали изобретение комбинированной кинокамеры в жизнь. 13 февраля в 1547 году в храме Богоматери состоялось венчание на первый брак царя Ивана Грозного и его избранницы Анастасии. 1720 год по указу царя Петра I в Санкт-Петербурге создан главный магистрат бюрокартического учреждения по управлению над городскими магистратами. Еще одно событие, произошедшее 13 февраля, но уже в 1859 году. В Москве открылась первая женская гимназия. Женская гимназия – так назывались средние общеобразовательные учебные заведения в России. Располагалась гимназия в доме Козицкой. В середине XIX века этот дом сдавался последовательно самым разным арендаторам. Среди заведений этого периода, располагавшихся в доме, была и женская гимназия. Называлась она первая московская женская гимназия. Не только кинокамера была создана 13 февраля. В 1946 году по заказу армии США был создан первый в мире цифровой компьютер AnyAgg. Вес компьютера составлял 27 тонн. Он потреблял 174 кВт энергии и состоял из 70 тысяч резисторов, 17 тысяч ламп, 7 тысяч диодов, 1500 реле и 10 тысяч конденсаторов. 13 февраля является днем рождения многих известных личностей. В 1744 году родился Дэвид Аллен, английский живописец. А в 1769 году родился Иван Крылов, русский публицист, баснописец и поэт, издатель сатирика просветительских журналов. Судя по всему, сегодня есть прекрасный повод побаловать себя сладеньким, например, вкусным мороженым. Даже тем, кстати, кто в обычные дни следит за своей фигурой, не зря же все-таки придумали этот день как знак любви к своему телу. Таким, какое оно есть. Хотя в 33 пингвина есть мороженое, которое никак не навредит вашей фигуре. Невозможное возможно, если за дело берутся настоящие мастера своего дела. Поэтому в серии Organic Bar есть действительно вкусное мороженое, не содержащее молока и сливок. Безлактозное мороженое – это настоящая находка для всех людей, которые исключают молочные продукты из своего рациона в силу убеждений или состояния здоровья. Сегодня 33 пингвина предлагают 4 сорта мороженого без добавления в продуктов животного происхождения. Также в серии Organic Bar представлено 2 сорта мороженого с пометкой «Спорт». Что же это значит? 33 пингвина решили позаботиться о людях, которые всерьез увлекаются спортом и очень внимательно относятся к своему питанию. И отныне мороженое – не запретный плод, а помощь спортсменов. Найти мороженое на сливочках можно в Керуэн-Сити и в Актубе Молл, но ближе оно в Инстаграм. Собачка 33 пингвина, нижнее подчеркивание Актубе. Продолжение следует... 13 февраля, как обещает астрологический прогноз, будет одним из лучших февральских дней, благоприятных для семейных и романтических встреч, которые, кстати, можно разделить баночкой мороженого, и вечер будет в разы приятнее. Подробнее обо всех знаках зодиака в нашей традиционной рубрике. Овен. Только что закончилась важная глава вашей жизни, уступив вместо другой. Встретите изменения достойно и радостно. Скоро все ваши мечты и фантазии станут реальными. Не забывайте про свою семью. Сейчас самое время позвонить или даже навестить родителей. Помните, они любят вас больше всех на свете. Телец. Вдохните смелость и выдохните страхи. Вы идете правильным путем и скоро обнаружите подтверждение этим словам. Вселенная готовит вам нечто впечатляющее. Будьте готовы к положительным изменениям. Найдите минутку, чтобы заглянуть внутрь себя. Вы обнаружите много интересного. Для близнецов сегодня лучший день, чтобы прислушиваться к своему внутреннему голосу и внести позитивный сдвиг в динамику ваших отношений. У одиноких представителей этого знака сегодня есть вероятность встретить свою половинку. Вы сразу поймете, что он тот самый. Не упустите шанс изменить свою личную жизнь. Рак. Ваше желание сегодня вам диктуют звезды. Идеи, возникающие в вашей голове, будут успешными, даже если на первый взгляд покажутся совершенно безумными. Для раков наступает благоприятный период. Ваши способности и таланты расцветают. Многих представителей знака сегодня будет ждать финансовый успех. Некоторые львы не смогут сдержать гнев от происходящего вокруг. Будьте осторожны за рулем, а лучше откажитесь от вождения сегодня. Накопившуюся злость попробуйте сбросить физическими нагрузками или совершите вечернюю пробежку. Если это не поможет, то на выручку придет медитация. Дева. Вы так долго и усердно работали, что пора бы задуматься о передышке. Отмените все деловые встречи и посвятите день только себе. Примите ванну, почитайте книгу или проведите остаток дня за бокалом вина и размышлениях о жизни. Главное, не пользуйтесь этим вечером гаджетами. Они вытягивают из вас всю энергию. Весы. Благоприятный и позитивный день будет ждать весов. Ваши силы и энергии окажутся на пике. Хочется танцевать? Танцуйте. Давно подумывали о ремонте? Приступайте. Даже если вас беспокоят финансовые проблемы или на работе возникли трудности, не беспокойтесь. Судьба вскоре внесет свои коррективы. Скорпион. Сегодня звезды присылают вас отойти от повседневной рутины и обратить свой взор на искусство, литературу или кино, которые дают течь вашим творческим соком. Прогулка на природе – тоже прекрасный способ чертать вдохновение. Помните, скорпионы, что проект, над которым вы работаете, все еще находится на начальной стадии. Лучше сохранять его в секрете, пока вы не разработаете четкий план действий. Стрелец. Пришло время внутреннего просветления для стрельцов. Время выхода за пределы воспринимаемого «я» и встречи с истинным «я», которые скрывались за завистой. Вы отправились в ад и вернулись, но знаете, что путешествие того стоило. Итак, отпустите свои ожидания и приступайте к практике с мышлением новичка. Козирог. Каждый взрослый человек переносит в свою жизнь детские обиды, но главный вопрос в том, как он с ними поступает. Перекладывает ли вину на окружающих или же пытается лучше понять себя. Сегодня ваши демоны – ваши главные враги-козироги, и с ними нужно что-то делать. Лучше навсегда избавиться и забыть. Водолеи. Вы перестали слышать самого себя. Вам кажется, что все вдруг обрело трагические краски, хотя это всего лишь иллюзия. Вероятно, в последнее время вы взвалили на себя слишком много обязанностей, что не позволяет сделать глубокий вдох. Забудьте о предрассудках и смело избавляйтесь от ненужного груза. Рыбы. В последнее время вы стали слишком раздражительны. Что именно вас беспокоит? Слова и действия окружающих? А может и личная нереализованность? Звезды настоятельно рекомендуют вам остановиться и взглянуть на мир по-другому. Вы должны оставить за плечами прошлые обиды, чтобы в будущем насладиться счастьем. Продолжаем наш эфир. И сегодня у нас в гостях Ромашова Полина Владимировна. Здравствуйте. Сейчас проходит сбор гуманитарной помощи пострадавшим после землетрясения в Турции. Расскажите подробнее. Ну, я думаю, многие знают прекрасно, да, что турецкие специалисты на постоянной основе прилетают к нам в Актюбинск, обследуют наших детей, актюбинских, бесплатно. И, естественно, на этом фоне наш фонд, так как сотрудничает с турецкими специалистами, с турецкими клиниками, ну, мы никак не могли пройти мимо этой беды, этого горя, всеобщего горя, потому что это страшно. И не дай бог, конечно, никому оказаться в такой ситуации. Поэтому, естественно, да, мы решили открыть гуманитарную помощь, гуманитарный сбор. И спасибо большое Актюбинскам, потому что наш город всегда поднимается и начинает помогать. Активно помогает. Активно помогает. То есть бывают звонки ночью, Полина, куда можно подвезти гуманитарную помощь. И люди в два-три ночи, они везут прям пакетами, коробками гуманитарную помощь турецких. Скажите, когда именно начался сбор и сколько он еще продлится? Так, сбор у нас начался позавчера. Это у нас, ну, вот буквально два дня у нас как идет сбор. Продлится он до 20-го числа. 20-го числа у нас уже будет идти сортировка. Мы будем все упаковывать. И 22-го у нас по плану отправка сначала в Астану, потом там все мы грузим на борт и идет отправка в Анкару. И уже с Анкары будет распределяться на машинах гуманитарная помощь. В определенные города, которые именно сильнее всего пострадают. Интересно, где будет проходить сбор? Куда могут желающие подъехать, привезти все необходимое? Можно привезти в наш офис. Это братья Жубановы, 276Б, 312 кабинет. С 10 до 6 часов, с понедельника по пятницу. У нас там находится менеджер. Там вот кому неудобно, например, ехать в поселок Новый, они все везут к нам в офис. Либо можно в поселок Новый, Советская, 3. Там 24 на 7 у нас открыты склады. Можно туда будет везти без проблем. Расскажите перечень необходимого. Что чаще всего везут и что необходимо везти пострадавшим? Значит, это продукты. Не Скоропорт. Обязательно это продукты. Это детское питание, это пюре детские, это смеси, бутылочки детские, памперсы. Памперсов не хватает. Влажные салфетки, средства личной гигиены, хостовары. Обязательно теплая одежда, потому что в Турции сейчас похолодало. Никто не ожидал таких, конечно, холодов. Даже вот кто из волонтеров поехал, они все поехали налегке, не были готовы к тому, что там сейчас происходит. Да, действительно, впервые за долгое время снег в Стамбуле. Да, и снег, и дождь, и поэтому они утепляются. Мы просим теплые вещи обязательно. Это пледы, это одеяло, потому что даже, да, как на видео показывают детей, то есть вытаскивают с этих развалившихся домов, сразу кутают. Вот нехватка теплых вещей там. Также нехватка воды, но это уже там на месте, то есть мы воду не направляем. Это вес лишний. Да, мы именно вот по гуманитарке, это продукты, памперсы, вещи, теплые одеяло, подушки. Блин, расскажите, почему вы не отправляете, не собираете деньги? Ну, есть, в Казахстане открыли счет, общий счет, то есть люди туда могут закидывать свои пожертвования, и денежка будет передаваться в Турцию. Но наш фонд не относится, мы материально не открывали сбор. Мы открыли только гуманитарно. Мы его открыли, мы знаем прекрасно, что 22-го числа мы улетаем, мы будем лично сопровождать гуманитарную помощь, да, мы ее будем лично распределять, и мы знаем, что полностью все, что наши актюбинцы здесь собирают, все именно попадет тем людям, кто в этом нуждается. Вот в разных городах, как я поняла, разные фонды участвуют в данной акции, в данных сборах. Почему именно у нас в Актюбе Морлайф? Ну, наверное, потому что Морлайф сотрудничает с Турцией по этой причине. Но, тем не менее, я хочу отметить, что все волонтеры актюбинска, они подключились. Поэтому никто в стороне сейчас не остался, абсолютно все работают 24 на 7. Поэтому всем большое спасибо, кто подключился. Недавно у вас пришла ярмарка по сбору средств. Хотелось бы услышать, с какой целью, для кого именно собирали? Да, на счету нашего фонда очень много подопечных, и на данный момент ярмарка была для троих подопечных. Это Ирада девочка, она родилась без влагалища и мочевого канала. Ребенку 6 лет, мы ее прооперировали, фонд выступил гарантом в Турции. На данный момент долг у нас чуть больше 10 миллионов за этого ребенка. И вот в поддержку Ирада была ярмарка у нас проведена. Плюс Ираде требуется скоро вторая операция. Поэтому пока мы первый долг не закроем, мы не можем ребенка вести на вторую операцию. Поэтому всячески мы просим посодействовать в этом сборе. Также у нас ребенок Ульмекен, там ДЦП около 7 миллионов требуется. У нас она будет направляться в Анкару. Опять-таки в Турцию? Да, в Турцию. И у нас многодетный отец, у него четверо детей, это Бутербек. У него саркома бедренной кости. Мы его тоже прооперировали в долг, выступили гарантом. И таким образом смогли спасти человеку жизни. Там у нас долг около 20 миллионов. Поэтому сейчас вот всячески мы устраиваем такие мероприятия, чтобы быстрее-быстрее закрыть долги и помочь следующим детям, которые у нас стоят в очереди. Потому что в очереди у фонда стоит очень много сейчас детей. Но мы не можем в долг никого направить, потому что у нас вот за определенных подопечных, да, сейчас есть долги перед Турцией. Планируется ли еще проведение ярмарки? На данный момент нет. На данный момент нет. Вот у нас была недавно ярмарка на Алье, тоже в поддержку трех подопечных. И вот которая сейчас состоялась. Пока все. Ну, я думаю, что дальше больше. В любом случае у нас всегда проводятся мероприятия. У нас еще бывают спортивные мероприятия. Это футболы, это волейболы. Поэтому мы насчет мероприятий мы работаем. Но пока немножко приостановимся, потому что в конце февраля у нас прилетают врачи, тоже с Турции. Вот. Это нейрохирург, это ортопед. Они будут обследовать. Я еще раз повторюсь, наши детей. Абсолютно бесплатно. Знаете, в этот раз мы уже сделали не бесплатно, мы сделали 5000 тенге по одной простой причине, что эти деньги направляются девочке и ради, чтобы быстрее, быстрее закрыть сбор, чтобы хоть какая-то помощь. Ну, в любом случае, для них это абсолютно бесплатно. Да, да, да. То есть ребенку уходит денежка. Полина, хотелось бы еще узнать, многим, думаю, интересно, какие именно предприниматели помогают вам, помогают вашему фонду, возможно, сейчас помогают при... Буквально сегодня было заседание в областном Акимате, да, многих предпринимателей вызывали, многие подключаются, кого-то лично я выделять не хочу. Но я хочу поблагодарить наш Акимат, который не остался в стороне. Вообще, в целом, весь народ Казахстана, потому что на самом деле мы очень дружный народ, дружная страна, да, много наций у нас, и все большие молодцы, что не проходят мимо такого горя. Активно принимают участие. Активно, все принимают активное участие, да. Поэтому всем большое за это спасибо. Это самое главное. Хотелось бы еще призвать телезрителей прислушаться, действительно помогать от чистого сердца всем желающим. Повторите адрес, пожалуйста, еще раз. Поселок Новый, Советская, 3, 24 на 7, там у нас идет прием гуманитарной помощи. Также братья Жабановы, 276Б, с 10 до 6, с понедельника по пятницу. Я хочу уточнить, что мы не требуем, мы не просим, чтобы это было все новое. Нет, ни в коем случае. Вот нам главное в хорошем состоянии, и самое главное, чтобы это было теплое. Ну и большой акцент сделать на детей. То есть это питание, это памперсы, смеси, потому что смеси там нехватка идет. Также это может быть обогреватели, не знаю, там электроплиты, фонарики, удлинители. Все, что возможно. Спасибо большое, Полина. А напоминаю, в гостях у нас была Ромашова Полина Владимировна, учредитель общественного фонда Морлайф. Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжаем наш эфир на очень приятной ноте. Сегодня утром мы будем говорить о поэзии. Кстати, интересный факт. Именно по утру были написаны многие произведения, так как ночью мозг настроен думать творчески, а что-то и вовсе авторам снилось. Поэзия уникальна и формой, в которой она воплощена, ритм, рифма, размер, которая придает ей музыкальность. Поэзию читаешь с особым чувством. Она завораживает, гипнотизирует. Подобно музыке, поэзия воздействует на человека не только из мне, но и изнутри. И, конечно, хотелось бы узнать, что же чувствует автор, когда создает и читает свои произведения. Поэтому сегодня у нас в гостях Мадзина Жумабек, профессиональный чтец и организатор поэтического клуба в городе Кандагач. Здравствуйте, Мадзина. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Мне очень приятно. Ну, давайте начнем с первого вопроса. Всем, думаю, интересно, когда вы начали заниматься с поэзией, когда вам пришла эта любовь? Поэзия мне нравится вообще с детства. Я думаю, что вообще с школьной скамьи, да, дети, когда любят предмет, любят педагога, они уже тогда думают, что им нравится, чем они хотят заниматься. Я всегда любила литературу. У меня был такой замечательный педагог, я до сих пор ее обожаю. Она тоже мне в Инстаграме сейчас лайкает, комментирует мои чтения. Вот, я думаю, благодаря ей я пришла к поэзии. Привила, так скажем, любовь. Да, любовь к поэзии. А вообще, это сейчас пришло ко мне с социума. Сейчас мы все же зависим от социума. Идем вот в платформе, двигаемся в Инстаграм. Как вышло уже в других странах, поэзия начала популяризироваться. Когда и почему вы начали увлекаться, заниматься поэзией? Это глубоко далеко. Уже с детства. Я любила литературу, вообще своего педагога. Я думаю, благодаря ей я пришла к поэзии. Привила, так скажем, любовь к поэзии. Расскажите определенные, может быть, у вас есть произведения со школьных времен, которые вы любили, может быть, автор. Что интересно, сейчас эти авторы остались далеко, неинтересные, немодные, как говорится сейчас. Это классика. Есенин, Пушкин, Лермонтов, Цветаева, Ахматова, вот так и далее, и далее. А сейчас уже современная поэзия диктует очень другое, очень интересное произведение. Я читаю Анну Игаян сейчас, Яну, Дмитрия Быкова, Астахова. Астахова. Да. Эдуарда Асадова. Сейчас современная поэзия очень глубоко взлетела, можно сказать. Я бы хотела, чтобы поэзия вот так же у нас, ну, сейчас именно у нас в городе, чтобы... Жила. Да. На самом деле поэзия – это очень интересное направление. Думаю, многие авторы через произведения рассказывают какие-то свои моменты из жизни, так скажем. Может быть, у вас есть свои произведения, которые с чем-то связаны? Вы вообще пишете правильно сами? Не, я пишу, но я не читаю еще свои произведения для публики. Почему? Ну, это еще не готово, я так думаю, я еще не пришла к этому. Я сейчас только читаю готовые произведения, которые нравятся мне. Но все же вы пишете сами. И вот в моменте, когда вы пишете, что вы чувствуете? Это не обязательно бывает автобиографичное, не обязательно. Это зависит тоже от настроения. От какой-то ситуации, которая прислала, может быть. Да, от какой-то ситуации. Не именно твоего. Думаю, бывает здесь третьего лица, третьего лица, да, от вообще совсем чужого человека. Так что это не автобиографичное каждое произведение. Это по-разному приходит, я думаю. Расскажите про клуб, который вы организовали в городе Кандагач. С какой целью вы его организовали? Сколько в нем участников? Активно ли принимают участие? Студия открывается только. А, то есть только планируется открытие. Нет, открылась студия, но только я собираю. Ищите талантов. Ищу талантов. Можете, в принципе, осветить эту тему. Ищу талантов. Ищу талантов. В клубе Феникс. Теперь мне бы хотелось, чтобы оно такое же было и в Кандагаче. Сейчас я уже рекламы все разместила. Надеюсь, все сработает. Вы самостоятельно занимаетесь этим вопросом? Или у вас какие-то партнеры есть, которые вам помогают? В данный момент я иду самостоятельно. Конечно бы хотелось, чтобы нашлись спонсоры, которые хотят, чтобы молодежь чем-то занималась, чем-то увлекалась. Спонсоров найти. Ну, пока я иду одна. Интересно, знаете, узнать, вот организация клуба, это для вас все-таки работа, хобби, творчество? Что это для вас? Это тяжело или, может, это от души идет у вас? Пока могу сказать только, что это от души, потому что это идет совершенно бесплатно. Несложно вам выполнять эту работу, собирать людей, организовывать вечера? Нет, пока мне это все нравится. Я думаю, это будет нравиться мне всегда. Поэтому здесь никаких трудностей нет. Просто главное, чтобы люди собрались, чтобы мы могли бы устраивать эти вечера, чтобы молодежь была заинтересована в поэзии, в книге, чтобы наши поэты обратно возродились. Это же было модно в 60-е, 70-е, 80-е годы, когда на улице вот наши поэты, да? Владимир Высоцкий. Выступление. Да, выступление вот это. Сейчас все это затихло же, но обратно поэзия возвращается. На самом деле, замечаешь, даже в Инстаграме, в том самом, очень много авторов встречается, то есть и многие заинтересованы, даже молодежь, в принципе, заинтересована. Тот же самый клуб у нас в Ак-Тубе, там в большинстве, больший процент участников – это молодежь. Вот это радует, да. Поэтому я хочу, чтобы это было более масштабно, чтобы это было более медийно, и чтобы это было модно для молодежи. И в завершении нашей беседы хотелось бы услышать ваше творчество, ваше чтение. Да, сейчас, ну, я вообще в основном читаю о любви, да? Много о любви, да, темы, да, это самая большая такая тема. Но сейчас, вот, разные ситуации происходят, да, во всем мире. Самое главное, чтобы был во всем мире мир, да? Ну, и об этом чуть-чуть такая тематическое, может быть, произведение Евгения Евтушенко. «Люди, Родина моя». Помню, где-то и когда-то у Таёжного ручья уронил я тиховато. «Люди, Родина моя». Но могучий гул ответа, словно голос твой, земля, шёл от сосен и от ветра. «Люди, Родина моя». Понял я, бродя по свету, человечество – семья. Но семья, где мира нету. Успокойся вы планету, люди, Родина моя. Кто душою благороден, а религия своя. Нет, у нас с ним разных родин, люди, Родина моя. Я к тебе родился снова. Ты шепни, любимая, нашим детям в дар три слова. Люди, Родина моя. Спасибо большое, Евгения Евгения. Спасибо, Евгения Евгения. Прекрасное чтение, прям очень понравилось. Спасибо большое. Ещё я наблюдаю очень за песнями. Бывают такие поэты-песенники, слова просто за душу цепляют. Здесь просто как этот... Ну, ты не певица, ты чтец. Поэтому только стихи волнуют, нравятся. Здесь мне понравилось произведение. Будь всем, как дань, и автору, и певцу. Автор Булата Худжава пел её Вахтан Кикабидзе. Сейчас уже всех этих людей нету, поэтому давайте прочтём в память. Виноградную косточку в тёплую землю зарою. И лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову. На любовь в своё сердце настрою, а иначе зачем на земле этой грешной живу? Собирайтесь, как гости мои, на моё угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь Небесный пошлёт мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой грешной живу? В тёмно-красном своём будет петь для меня моя дали. В чёрно-белом своём перед ней преклоню я главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой грешной живу? И когда заклубится закат, по углам залетая, Пусть опять и опять передо мною поплывут наяву. Белый буйвол, и синий орёл, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой грешной живу? Спасибо большое. Я так волновалась. Сегодня первый раз в студии. У вас прекрасно получается, на самом деле, очень прекрасный голос. Спасибо. Желаем вам, конечно же, удачи. Желаем, чтобы больше было участников у вас в клубе. Спасибо. Всё-таки большая часть города, не только Актубе, слушала вас, им нравилось ваше чтение, потому что мы все тут убедились, что оно прекрасное. Напоминаем, в гостях у нас была Мадина Жумабек, чтец и организатор клуба, поэтического клуба в городе Кандагач. Ну а мы завершаем наш эфир. Хорошей недели. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»